Здравствуйте! Меня зовут Шендер Вячеслав Иванович, я учитель истории гимназии 86 города Кишинёва и хочу вам при сегодня представить тему «Свободные гетодаки и их взаимоотношения с Римской империей». В конце I века до н.э. римляне установили своё господство над новыми территориями гетодаков – современных Добруджи и Мунтений. А в начале II века н.э. Римская империя захватила дакийское государство Децибала на территории современных Трансильвании, Баната, Алтении, в Карпатских горах и Предгоре. Обе эти территории были превращены в римские провинции – Нижняя Мёзия и, соответственно, Дакия. Вне этих провинций проживали северо-фракийские племена, не попавшие под господство Рима. Итак, сегодня мы пройдём тему «Свободные гетодаки и их взаимоотношения с Римской империей». Племена свободных гетодаков. Группу свободных гетодаков составляли такие племена, как Тирогеты, Карпы, Великие Даки и Костобоки. Так, Тирогеты проживали на Днестре, по-гречески – это Тирос. Карпы – на восточных склонах Карпат, Великие Даки – на севере Трансильвании и Закарпатии, Костобоки – на севере Молдовы. Свободные гетодаки жили с сельскими коллективами и занимались земледелием, скотоводцами и ремеслом. Селились они в неукреплённых местностях. Жилища строили из деревянных балок и прутьев, обмазанных глиной. Отношения свободных гетодаков и их соседей с Римской империей. Гетодаки поддерживали тесные торговые и культурные отношения с Римской империей, что укрепляло положение обеих сторон в регионе. Но помимо гетодаков, к северу от Дуная проживали и племена другого происхождения, такие как Сарматы, Роксоланы, Языги, Бастарны. Отношения гетодаков с Римской империей зачастую связаны с соседними племенами. Карпы, Даки, Кастобоки и другие народы, населявшие эти земли, неоднократно вторгались на территорию римских провинций. Так, после смерти Трояна в 117 году племена Языгов и Роксоланов атаковали Дунайскую границу империи. К ним присоединились и живущие в провинции Даки. Было разрушено множество римских кастров-крепостей. Самому императору Адриану пришлось на месте руководить подавлением восстаний. Одно из наиболее серьезных столкновений между отрядами свободных гетодаков и римскими войсками произошло в 170 году. Несколько объединенных племен Кастобоков вторглись на римские территории. Встретив слабое сопротивление, они прошлись по провинциям Мезия, Фракия, Македония и Ахайя, это Греция, разграбив их. Римлянам удалось их остановить, только выделив отдельное войсковое соединение. Свободные гетодаки захватили и опустошили римскую провинцию в 214 и 218 годах. А война готов против римлян, которая началась в 250 году и к которой присоединились Карпы, привела к отступлению Интерию к югу от Дуная в 271 году. Как видно, несмотря на многочисленные вторжения с северного берега Дуная, Римлянам удавалось до конца III века останавливать их. А в 180 году, во времена императора Коммада, допущено к поселению в римской провинции 12 тысяч соседних даков, то есть свободных, изгнанных с их собственной территории враждебными временами варвара. Итак, подведем итоги. Территория Молдовы, Марамуриша и Кришаны были населены свободными гетодаками. Несмотря на некоторые конфликты, которые возникали у них с империей, с Римом были наложены торговые и культурные отношения. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин